Недавно в Братиславе дебютировало рестайлинговое семейство Superb, но обновление флагманской модели не было единственной премьерой мероприятия. Компактный четырехместный Skoda CityGo iV представлен как первый серийный электромобиль марки. Как и в случае с подзаряжаемым гибридом Superb iV, две последние буквы означают новый суббренд, под которым будут выпускаться все электрифицированные модели Skoda, будь то плагин гибриды или полностью электрические машины. От обычного хэтчбека CityGo с 1-литровым бензиновым двигателем электроверсия отличается бамперами и окрашенной в цвет кузова декоративной решеткой. Габариты остались неизменными. Кроме того, iV предложен только в пятидверном кузове. Поскольку литиево-ионный аккумулятор упрятан под пол, то стандартный багажник вмещает те же 250 литров, что и у бензиновой модификации. И только при сложенных задних сидениях доступный для поклажи объем снизился на 28 литров. Тяговая батарея емкостью 37 кВт-часов позволяет Skoda CityGo проехать на одной зарядке 265 км. От быстрой 40-киловаттной зарядки типа CCS батарея наполняется до 80% за полчаса, а от домашнего настенного устройства за 4 часа. Установленный на передней оси электромотор развивает 83 л.с. Разгон с места до 100 км в час занимает 12,5 секунд. Максимальная скорость 130 км в час. Серийное производство Skoda CityGo iV начнется во второй половине года. Выпускать модель будет завод в Братиславе. Цены еще не объявлены. Соплатформенный Volkswagen E-Up стоит в Германии 23,5 тысячи евро или около 1,7 миллиона рублей. А вот в России электрическая Skoda, очевидно, не появится. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ